Итак, свойство воображения Бильт и Юни. Оно не способно углубиться, оно хочет только порхать, имитаться от одного к другому. Ну, это же не все. Как следствие этого порхающего качества воображения, есть интересное явление. Людям хочется всегда чего-то новенького. Ну, и интересно, все время одно и то же. Попробуйте человеку предложить что-нибудь прочесть или прослушать второй раз. Я вот читал, ну, надо новое. Ну, сколько можно смотреть один тип фильмов, один канал, надо 99, вот это интересно, кричит воображение. И нажимай на кнопки, перескакивай с одного канала на другой, а вдруг там поинтереснее. Новое быстро превращается в старое, а старое становится сразу же скучным. Теперь чего-то поживее надо. Если раньше боевик с убийством или сценой насилия кормил воображение вот так, досыта, то со временем стало проедаться. Да? А ведь что зрителю надо? О, вот это да! Вот тогда пришлось продюсерам поднять уровень насилия на сцене. Теперь дети играются не в ковбоев, а в киллеров, в терминаторов. Очень хорошо. И это еще не все. Ведь теперь воображение этого наестся. И надо будет еще поднять планочку убийств и насилий. Ой, воображение, воображение. Вы обратили внимание, чего люди любят? Слушать новости. А есть кто без этого вообще жить не может? Особенно без раней. Звариотному человеку, он говорит, слушай, ты не можешь перезвонить через пять минут? Хорошо. А что такое? Говорит, да через минуту новости должны быть, не хочу пропустить. А что случилось, что? Ничего не случилось. Ну иди, знай. Сейчас послушай. Заходит Света Григорьевна в коллектив. А вы слышали? И все, что? А почему так новости вдруг интересны? Чего вдруг СНН так популярно? В новостях по определению есть все время что-то новенькое. О, вот это да. Вот это пища для воображения. Кстати, разуму события мира тоже интересны. Но с двумя отличиями. Ему достаточно двух строчек фактов. Вместо размазанной, разукрашенной статьи на несколько страниц. И второе, разум способен читать старую газету. Скажите, интересно смотреть чемпионат мира по футболу в запись на следующий день? После того, как известен результат. Хе-хе. Нужен прям репортаж, не меньше. А вот позвольте спросить. И извиняюсь, чтобы никого не обидеть. Обижать будем только Григория Моисеевича. Вот, скажем, сидит Григорий Моисеевич и пытается понять, что происходит в мире. Газета, внимательно, утром, полтора часа. На работе еще полчаса. Радио по дороге еще полчаса. Телевизор, новости, вечером. Еще полтора часа не пропустить. Перед сном интернет, на всякий случай, чтобы сверить, если правильно говорили утром. Итого, чтобы понять, что произошло в мире, Григорий Моисеевич потратил четыре часа в день. Очень хорошо. Григорий Моисеевич, расскажите, что произошло вчера, пожалуйста. Расскажет? Расскажет. Сколько займет? Минут десять. Спрашивайте, что было поздно вчера. Я же говорю о прошлой неделе. Э-э-э, смысл есть. Ну, четыре часа, надо быть в курсе дела. Воображение хочет снять. Вот так. Ну, слава Богу, еще четыре часа жизни угробили. Очень хорошо, очень. Итак, воображение не довольствуется реальностью такой, какая она есть. Чем-то стандартным, обыденным, всем известным. Воображение требует что-то особенное. Не правило интересует воображение. Это корм разума. А исключение из правил. Сенсация. На воображение построены все три слова массовой информации. Вся реклама. В принципе, вся наша массовая культура. Вот, вы записались в школу журналистов. Первое правило, которое вас обучат, что есть новости. Нюс. Там вас обучат, какие именно новости захватят человека, заинтересуют и заставят вытащить его кровные деньги из его кармана. Ну, к примеру, ну что есть новости? Новости скажут не тогда, когда собака укусила человека. Что у бедной собачки еще осталось делать. А когда человек укусил собаку. Представляете себе, человек бежит за собакой, догоняет ее, прыгает сразу и кусает ее. Вот это потрясающе. Вот это новость. Это интересно. Что вы нам рассказываете, что собака укусила человека? Мы что это, сами не знаем? По этому принципу подбираются новости. Доголовки кормят человека не тем, что есть, а то, на что его воображение отреагируется. Фотографии побольше, желательно с кровью. Так выпячивается второстепенное, но вкусненькое, привлекательное. И читатели, и потребители, мы очень довольны. Знаете, сходя им газеты, тоже очень довольны. Вот так поверхностным восприятием мира вкусненько и живем. Или возьмите рекламу. Вот как она работает? Точно так же. Есть известная история, как еще в 20-е годы в Америке, когда реклама только стала появляться, как массовое явление, решила автокомпания Форд разрекламировать свою новую марку. Были приготовлены огромные плакаты с удачной фотографией автомобиля, с тщательно продуманным текстом, его технические данные, скорость, топливо, тормоза. И все получит ему конкурент. Разветили. Результат ноль. Продажа новой марки машины, увы, не увеличилась. Стали интересоваться, а почему, где промахнулись, обратились к психологам. Они им... Вы все не так сделали. Вы обратились к разуму человека. А надо к воображению. И тогда, как должна выглядеть реклама, Форд, ниже на плакате, но на заднем плане. А на переднем. Мисс Америка. Мини бикини. Опирается романтично на новую марку Форда. Знаете, так и... Тут же поменяли все рекламные плакаты. Продажа машины повысилась на десятки процентов. Если она едет на Форде. Вот так нас дурят. Чтобы обидно не было, так привлекает наше внимание. Однажды мне показали, как выглядит какой-то сайт в интернете. Ой, все так сверкает, бегает, двигает. Глазами все летит из-за маня. Штурик, штурик. Ня-ня-ня. Нажми, нажми меня. Нажми, нажми, нажми. Итак, все, кто обращается к народу, должны учитывать свойство воображения. Кстати, скобка замечу. Если вектор будет все время обращаться к разуму слушателей, то он быстро обнаружит, что говорит к одним магнитофонам. Вот это качество воображения реагировать на новизну настолько сильно, что может перевернуть человеческое поведение с ног на лилы. К примеру, вы заходите в магазин. На прилавке большими буквами новинка. Новые моечные средства. Ну, какая ваша реакция? О, новинка. И сразу все ринулись покупать. Ведь наверняка лучше, а? Савар-то современнее. Это все голос воображения. Ну, что голос разума скажет? Если написано новинка, то все наоборот. Это как предупредительный знак. Будь осторожен. Савар-то новый. Единственное. Может, он еще хуже. Да и вред какой-то еще может принести. Может, лучше, чтобы другие, ну, которые с воображением его раньше попробовали. Итак, воображение интересуется всегда чем-то новеньким. Сенсацией, исключение из правила. Вот это свойство воображения. Тут мы подошли к еще одному очень важному, очень важному качеству воображения. Тут рыбаки есть? Да не с настоящих рыбаков. Без подвохов. Ну, рыбу ловили. Ну, тебе покажите, какого размера ловили. Вот такую рыбу. Вот такую рыбу. Скажите, почему руки всегда расходятся? Непонятное явление. Вы когда-то рассказывали другим людям о том, что с вами произошло? Да. Вы рассказывали точно так, как это было? Странно? Всегда в описании событий. Мы оказываемся чуть в центре. Но роль наша такая более центральная, важная, решающая. Почему так? Сила воображения не в состоянии сказать то, что есть в реальности. Она связана с миром нереально. Вот это свойство неизбежно породит явление, у которого есть самые разные имена. Ну, можно назвать это преувеличением. Преувеличением. Есть, кто-то называет неточностью. Можно драматизация. А за всем этим неприятное слово. Ложь. И а уже надо сказать всю правду. Уже несколько десятков лет, как обратили внимание американские исследователи на интересный человеческий феномен. Оказывается, что все врут. Точнее, привирают. Даже тогда, когда это им никакой выгоды не приносит. Видите, врут все. Не только рыбаки, но и профессора, врачи, психологи, судьи. У политиков это профессия. У журналистов неопрошенная.